В заключительный день регаты встретил спортсменов хмурым небом и низкой облачностью. Но главное был ветер. На протяжении трех гоночных дней на акватории Химкинского водохранилища царила абсолютно разная погода. В воскресенье на дистанции был меняющийся ветер и, как следствие, большое количество столкновений. Но, несмотря на все капризы погоды, по итогам третьего этапа, пример дивизиона, победу завоевала сочинская команда. Основная цель – это выход высшей дивизиона в следующий год в национальную парусную лигу, чтобы там уже сражаться с сильнейшими командами. В Сочи – это Черное море, а здесь кусочек воды, так сказать. Ветер крутит очень сильно, заходы по 120 градусов, по 180 градусов иногда бывают. И порывы под каждого куста. В Сочи, конечно, погода более стабильная. Второе место досталось Москве. Третье – у Челябинска. Регата в столице завершилась, но не завершилась борьба в премьер-лиге. Команды ждет Псковское озеро, где в июне пройдет очередной этап. Далее будут Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Сочи. Добавлю, что Национальная парусная лига – крупнейший проект Всероссийской Федерации парусного спорта. В этом году лига проводит свой третий сезон, который стал самым масштабным за всю историю проекта. Он состоит из двух дивизионов – высшего и премьер, в которых принимают участие 27 и до 18 команд соответственно.